Сегодня у нас 10 августа 2023 года. Сделаем обзор некоторых плодов, которые создали к этому времени. Выберем самые интересные такие фрагменты для сравнения. Здесь присутствует сорт сливы Ринклунь зеленый. Мы ее взяли специально для сравнения. Это всем известный сорт. Сладкие плоды, соотделяющиеся косточкой, с медовым привкусом превосходного десертного вкуса. Пригодно для всевозможных видов переработки, сушки, десерта. Уникальный сорт. Зимостойкий. Достаточно устойчив к болезням. Плодоносит почти ежегодно при правильном обрезке и агрофоне. Первый такой уникальный сорт. Это сорт сливы Хироми Ред. По своим характеристикам это уникальный сорт. Плоды вот такой аппетитной красивой окраски. Мякоть желтая. Косточка отделяется с трудом. Сейчас попробуем взвесить пару плодов. 130 грамм. Возьмем еще один плодик. 112, 119, 110 грамм. Вот такой весь. Вот такой вес. Я думаю, что для товарного плодоношения это вполне приемлемый вес. Плоды одномерные. На дивере не было замечено, что такое разнобоя по калибрам. Вкусовые качества. Ее очень высокие. Гармоничный кисло-сладкий вкус с преобладанием сахара и такой пряностью. Ароматика что-то от винограда или яблок. Между ними что-то такое. Второй такой интересный сорт у нас давно в коллекции под названием Озарпрем. Озарпремер еще называют его. Да, это такой очень крупноплодный сорт. Плоды такие. Вот 173 грамма. Ну это конечно при нормировке. Поменьше плод взять. Вот поменьше. 120 грамм. Ну вот такой вес. Особенность этого сорта является высочайшие вкусовые качества. Это сочность. Медовый такой привкус. Ароматика цветочно-мускатная какая-то. Ну в зависимости от таруара то разные могут быть отключения по вкусу. Но в целом вкус первосходный. Мякоть такая желтая. Отлично. То что плоды, снятые в прозелин, могут дозариваться в таких прохладных условиях в помещениях, в ящиках. И могут транспортироваться на длительное расстояние. И в пути дозариваться. И потом проходят где-то в торговые сети или куда их направляют там на рынок. Кто занимается плодоводством. Это уникальный сорт. Следующий сорт это из желтоплодных. Сонейка. Вот такие красивые и яркие плоды. Сейчас мы взвесим плодики. 86 грамм. 86 грамм. А мы еще один попробуем свесить. Тоже 1,1. 86 грамм. Вот такая высочайшая одномерность плодов. Обусловлено прореживаемой завязью. Плоды нормировать можно на дереве обрезкой побегов. Формированием крона правильно. И прореживаем плодов, когда они находятся в стадии гороха. Можно позже прореживать неудавшиеся плоды или деформированные плоды. Мякоть такая, желтая кусочка остается слабо. Но думаю, что несущественно. Сорт достаточно зимостойкий и урожайный. Но чтобы получить такого калибра плоды, вот возьмем этот желтизной такой плод. Взвесим. 73 грамма. Надо нормировать урожай. Иначе дерево перегружается и дает разнокалибрные плоды. Взвесим сейчас один плод зеленый. Один плодик. 25 грамм. Да, это его такой вес. 25 грамм. Максимально 26-40 грамм. Это его вес. Второй сорт это Калифорния Блу. Сорт уже перезрел. На первую декаду августа. Долго хранился мое. Времени не было с окулировкой, когда снимать ее. Вот 97 грамм плод этот. 103 грамма. Это практически не нормировали урожай. 101 грамм. Более-менее одномерные плоды. Это чисто десертный сорт. Но нужно снимать ее чуть раньше. Обычно она созревает во второй, максимум третьей декаде июля. Когда сумма температур достаточно для этого сорта. В этом году у нас задержка с вегетацией. Холодная весна, дождливая. Где-то неделю-две задержка. Так оно и есть. Сорт очень хороший. Так болезнями они поражаются. Плоды не деформированы. Красивые. Здесь еще этот плод. 97 грамм. Вот плюс-минус 90-100 грамм. Вот такие плоды. Урожайся достаточно высокая. Облистенность хорошая. Устовчивость болезни в наших условиях высокая. Рядко положается болезнями. Дерево здоровое. Холодостойкое. Полоносит практически регулярно. Вторым, еще одним сортом, подобным ему является сорт Калипсо. Здесь по товарности он превосходит сорт Карифольное блуе. Так как его можно использовать в более широком диапазоне. Не только на десерт, но и на переработку. У него такая плотная мякоть. Желтая, аппетитная мякоть такая. Сейчас плодик здесь. Но они по крупности чуть меньше. 60 грамм. Сейчас еще возьму один для контроля. 55 грамм. Вот в таком диапазоне. Сорт это уникальный. Выведен польскими селекционерами. Зимостойкий. Болезням высокоустойчивый. У нас он уже около 10 лет. Если не больше. Никогда не болел. Плодоносит регулярно. В прохладные годы дает и меньший урожай. Когда есть заморозки весенние. А в обычные годы идет перегрузка. Регулируем обрезкой. И прорежем завязи. Это не сложно делать. Когда есть навык. Но самое уникальное этого сорта. Это конечно сама мякоть плоды. Их можно консервировать. Сушить. Десерт. Транспортировать на большие расстояния. Сорт превосходный. Вот даже можно взять вот такой один плод. И вот так руками ее раздавить. И показать как он суховатость. Это очень хорошее качество. Такая суховатость. Отстает. Вот так особенная косточка. На косточку надо посмотреть. Никаких нет узорчатых вирусных мозаик. Вот такая мякоть у нее. Так немножко суховатая. Для сушки то что надо. Особенно для десерта. Уникальные вкусовые качества. Такой легкой терпкостью. Тонинностью. Вот такой обзор плодов. Сливы на 10 августа 2003 года. Всем садоводам желаем успешных урожаев. Получения превосходных плодов. И радости от полученных результатов. Всем успехов в садоводстве. Это наш рыжик пришел попересток. Рыжик. Рыжик. Ну покажись кодру. Ну да. Это наш рыжик. Он присутствует и наблюдает. Рыжик. 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 Рыжик.